Привет, подписчики! Дорогие гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, в этом выпуске мы сделаем гайд на, собственно, шакрамку и в следующем выпуске уже расскажем, соответственно, про их сестер Бумеранг Шно, параллельно отчасти я их тоже буду затрагивать в этом гайде, присаживайтесь поудобнее, сделайте себе чайку и начинаем. Поначалу давайте я отобью аренку с ними сразу, вы увидите, как бы, что они вообще умеют делать в плане пвп, не обращайте на рейтинг, конечно же, я понимаю, что здесь можно это проще залишинить и все такое, но я попытаюсь убить через двух шакрамок, которыми я воюю даже в рубине. Вот в прошлый раз, когда я воевал в рубине, я взял рубин вместе с ними, и они там себя неплохо и неплохо проявляют. Конечно, этот рейтинг это не показатель, так что не судите строго, просто, чтобы вы хотя бы приблизительно понимали, те, кто не видели их действия, либо не понимают, как они работают, вот так вот они работают. Она дает массовый раскол, о котором мы сейчас поговорим, и эта подруга массовка, считай, сносит фактически все. И нужно еще сделать ставку и сброс на то, что они не проточены по скиллам, вообще не тронуты, девственные, просто нулевые персонажи одеты, обе в виолентах одеты, и, соответственно, вот я их использую на арене, я их использую на 10-м гиганте, на драконе, извиняюсь, и на 10-м некроманте. О пачках, соответственно, в дальнейшем я расскажу чуть позже, наверное, будет, знаете, какая тема. Первый сейчас будет гайд, который я запишу на ютуб, он будет на шакрамок, второй гайд будет на их сестер бумеранг, шбананами я их называю, и третий гайд будет уже по пачке на 10-го дракона и на 10-го некроманта. Если хотите, комментируйте, если вам нужен такой гайд, чтобы я понимал, если увижу активность в комментариях, соответственно, ставьте там лайки, подписывайтесь, то сделаем этот гайд, если он вам вообще нужен. Не знаю, может вы и без меня все прекрасно понимаете, если это нужно, я сделаю этот гайд с удовольствием, без проблем, как бы это много времени не займет. Это уже будет только третьим гайдом после бумерангш, как бы уже заключительная тема, где их можно вместе будет в совокупности юзать и как они неплохо себя проявят. Ну, наверное, неплохо. Конечно же, нужны соответствующие руны, но это уже дело наживное, дело уже ваше, как бы это дело ваше, так как проблемы ваши будут. Ну, вот как вы видите, с ними достаточно легко все. Честно, я с ними иногда вот так отбиваю арену, потому что мне уже надоело люшенить. Люшенить, это честно уже просто скучно, неинтересно. Одни и те же люшены, я уже не знаю, сколько тысяч дефов я перебил этими люшенами. Хочется что-то свежего, а эти бумерангши, шакрамки, они что-то принесли в новое. Надеюсь, и вы ими также шалите. Их можно, если что, использовать чуть бы не всех. Сугубо говоря, они все используются и неплохи. Всех их можно комбинировать там как-то где-то в пвп, где-то в пве. Есть, конечно, отдельные несколько патчек, которые в пве будут лучше. На десятом драконе, как пример, и на десятом некроманте. Об этом я, конечно, и поговорю, если вы захотите в третьем гайде. Если, собственно, вы там отпишите в комментариях, проголосуете за эту тему. Единственное, против рейны, да, эта пачка не особо хорошо работает. Да, как бы рину я пробиваю, но ее купол, вы знаете, рина, паскуда еще та. Бывает проблематично ее пробить. Но эта рина тонкая, поэтому не должна составить, доставить проблем. Так, мы сейчас убьем, получается, усевича. Так, и убьем вот так вот. Да, и пока фармлю, хотел бы сказать, что в субботу мы начнем стрим с 12 или часу дня. Короче, с обеда. Зафоллофьтесь, поставьте себе уведомление. Там, где кнопка подписка на ютубе, поставьте себе уведомление. Нажмите колокольчиком, он называется. И вам придет уведомление о том, что я запустил стрим на ютубе и, соответственно, на твиче. А там уже смотрите, где вам удобно. Я и на твиче, и на ютубе сейчас стримлю, так как я решил отчасти проблему, та, которая была. Как видите, он оказался шустрым парнем. И я сейчас, если не солью Люшена, то, скорее всего, даже проиграю. Да, наверняка. Хотя. Ай-яй-яй. Да, наверняка она меня сейчас убьет. Да, недооценил чувака. Он оказался сильнее, чем я думал. Но это, скорее всего, будет фейл сейчас. Да, так как я уже, ну, никак не затащу. Или? Нет, вряд ли. Поговорим мы сегодня именно о шакрамках. Так я их сокращенно называю. Кто-то их называет... Каких там ксенами называют? Не знаю, называйте как хотите. В общем, это для меня шакрамки. А их сестры, это для меня бананы. Не знаю, потому что в форме банана это тема. Я их так называю. Сразу пройдусь по скиллам. Если что-то скажу не так, простите, как бы делаю запись с одного дубля. Ничего не читаю с листка. Все как обычно со своей головы. Все, что знаю о персонажах, расскажу. Что не знаю. Ну, может вы прокомментируете в комментарии. Итак, поехали. Шайна. Шайна считается одной из самых популярных среди семейств. Именно вот этих вот шайбовых. Она очень неплоха. Называю я ее, да, шайбой. Она чем хороша? Своими всеми скиллами. Особенно пассивкой и лидеркой. Давайте пройдемся по скиллам. Первый скил у всех идентичный. Поэтому рассмотрим один раз. С первого скилла она не вносит никаких дебафов. Но она внесет дебаф, так как у нее есть пассивка. Это имеется ввиду другие. Так как вы атакуете цель и сносите ей хп с каждой атакой. Вы сносите все больше и больше хп и все больше будете дамажить. И этот первый скилл, один из немногих скиллов, у которого есть такая вот функция, некое пассивное умение на первом скилле. Что чем меньше у цели хп, тем сильнее вы начнете ее дамажить. Но это не означает, что если у цели будет к примеру 100% хп, вы ее ударите там 2 раза по 5000, бьет 2 раза с первого скилла. А если будет хп оставаться там 1000, ну там 1000 хп, грубо говоря 1-2%, то вы ударите уже на 50 тысяч. Нет, урон растет, но не так существенно, чтобы прям офигевать от того, что на карполях вы там дамажите по 100 тысяч. Нет, такого не будет, но урон как бы чуть-чуть возрастет. Дальше со второго скилла, что она делает? Грохот Шакрама, она атакует 2 раза и с каждой атаки может застанеть. Этот скилл точится на шанс вот этого оглушения. Скажу так, по своей статистике в пвп станет очень часто. Вы только что видели, станела она достаточно часто и при этом она бьет 2 раза. Следовательно, у нее двойной шанс. По-моему, 50% будет при проточном скилле. Она мне вообще не точена, поэтому весь потенциал она еще свой не раскрыла, к сожалению. И третий скилл, из-за чего она и ценится. Вот честно, вангую, что этот скилл, пассивку ей немножко понерфят. Потому что она очень сильно выделяется по сравнению с ее сестрами. Она прям, ну для многих считается каким-то имбалансным. Во-первых, она с любой атаки, которую она бьет, она может закинуть раскол на 1 ход. У нее пассивка наподобие этого жултана. Он тоже с любой атаки может закинуть раскол на 1 ход. И при этом она понижает атак бар. Так как она бьет 2 раза с каждого скилла, она может слить 30% атак бара. И смотрите, перманентно ее пассивка якобы работает 100%. Да, враг может это заразистить, вам может не хватить точности. Это понятно. И всем этим шайбам, многим из них, я рекомендую 40 точностей собирать. Кроме ее сестры Талии. Вот у Талии мы к ней перейдем чуть позже. У нее нет ни одного дебафа, как пример. Поэтому ей точность можно собрать 0. Абсолютно ей не нужна точность. А вот этой подруге ее шайне, соответственно, нужна. Ну и очень полезная лидерка на арену 24 СПД. Это как бы тоже на земле не валяется. Тоже вам зайдет под арену. Вы можете ее иногда с ней шалят на онлайн арене. Вот сейчас будет лига 4 звездочная. Уверен, они там тоже будут иногда фигурировать. В общем, неплохой монстр. Неплохо туда закатит. Так, что еще по ней можно сказать? Одеваются они все. Мое личное мнение, Виолент. Если вы хотите одеть Деспайер, Вампирик, Свифт, одевайте во что угодно. Мое мнение, что я их буду одевать, Виолент. А там вы одевайте во что хотите. У каждого как бы свое мнение, согласитесь. Поэтому Виолент, контратака не нужна им. Смотрите, если поговорить по их обоюдным умениям, какой бы вы скилл не заюзали Шайны, соответственно, Талии и другой, и наоборот, их сестер, какой бы скилл вы не юзали, первый, второй, третий, атакующий скилл, вы сразу берете в пати с собой одну сестру. Допустим, Шайна берет Бананшу, Маруну, и Маруна, допустим, может взять наоборот Шайну. О комбинации уже поговорим в третьем гайде. Какие лучшие будут. И когда вы берете в пати свою подругу, вы откатываете ей скиллы на минус один ход. И при этом, если у вашей подруги есть какой-то баф, она его не тратит. Что даст вам контратака? Правильно, ничего. Если на вашей, к примеру, Шайне будет контратака, вас ударил кто-то, и вы сконтратаковали, ваша Шайна ударит просто с первого скилла, и все, она не возьмет подругу в пати. Опять же, если вы возьмете, допустим, Роака какого-то со второго скилла в пати Шайну, Шайна с собой не подберет еще свою подругу. Такого не будет. Может быть, когда это только ввели, было, помните, когда только ввели этих подруг, эта Шайна могла взять с собой, допустим, этих 3-4 Маруны, сколько угодно. Но сейчас такого нет. Сейчас максимум 1-1 берут. Если у вас 2-3, то она возьмет какую-то на рандоме. Как-то так, собственно. Я думаю, здесь вы понимаете, о чем я говорю. В общем, о Шайне вроде бы все. Заходит она на Некроманта, заходит она в ПВП у меня на арену. Вроде бы я ее нигде больше не юзаю. На Драконе еще ее можно использовать. Дракон, Некроман и Арена. Некромант и Арена. А там уже думайте сами, может вы еще на Питона пристроите, может на Гидру. Так, по поводу Талии. Вот Талия, она прям божественная. Честно, я ее недавно выбил. Расчувствовал этого персонажа. Да, вот просто вот она выдает божественный урон. Она прям фигачит. Ее это 3-й скилл. Если она у вас есть, возьмите, не поленитесь. Затестируйте ее 3-й скилл. Анимация на 3-м скилле божественная. Те 2 сюрикена, которых она отправляет. Это просто Ксена-воительница. Зачетная анимация, классно сделана. И напоминаю, ей нужно 0 точности. Можно больше не собирать. Она с 3-го скилла. У нее в чем фишка этого скилла? Когда вы сносите цели, любой цели, боссу какому-то, или там вы качаете корм какой-то, вы сносите половину ХП, то вы после того, как снесли половину ХП, начинаете наносить на 50% больше дамаги. А это достаточно много, уверяю вас. И при этом та подруга, которую вы с собой взяли, тоже будет наносить на 50% дамаги больше. Но условия простые. Снесли половину ХП, начинают лететь такие тычки божественные, что ой-ой-ой. Она по некроманту выдает и по 30 тысяч 2 удара, и по 40 у некоторых. Там уже будет зависеть от ваших рун. Конечно же. У кого-то в Рэджи, у кого-то в Виоленте. Так что заходит она опять же во все те же места, которые я сказал и по поводу вот этой подруги. Теперь переходим к Ветреной. Мелисса. Ну знаете, крайне редко я ее вижу в ПВЕ. Где-то в ПВЕ она не так профитна. Она со своего третьего скилла, со второго скилла что делает? Во-первых, она бьет 2 раза, и она может закинуть дебаф на раскол атаки, и дебаф на раскол брони. Следовательно, 2 дебафа, 2 удара, 2 дебафа. Вот ей точность как бы нужна, естественно, для этих скиллов. И в чем плюс третьего скилла в ПВП? К примеру, против вас стоит какой-то Вуса и какой-то персонаж, который бафнул баф защиты. Она игнорирует купол, она игнорирует шилд, который вы можете накинуть с рун себе, и она игнорирует полностью бафы, уменьшающие урон. Имеется в виду всякие защиты. Но она не игнорирует как факт именно защиту родную. Она сыгнорит все вот это с третьего скилла, но при этом после того вам нужно будет уже пробивать эти купола защиты. Вот подругу, которую она с собой возьмет, она тоже сыгнорит, это понятное дело. Ну а если другие персонажи будут бить, им уже надо будет и в защиту эту бить, баф защиты, и, соответственно, в эти купола шилды. Так что в ПВП она может ситуативно зайти, а в ПВЕ я не вижу ей вообще никакого смысла, не вижу ей места. Ни на драконе, ни на гиганте, ни на некроманте, ну там нечего просто игнорить, скажем так. Ее третий скилл просто будет банально бесполезен. Поэтому она в этом семействе считается просто корм в воде и огню. Так, теперь по поводу света. Дева, что она тут делает? У нее третий скилл, она игнорирует броню с 25% шансом. Вот, когда атакует обездвиженного врага, ей нужно будет застанить еще цель. Но у нее на втором скилле, насколько знаю, есть такой же, да, стан, как и, собственно, у ее подруги Шайбы. Поэтому вам желательно сначала застанить, а после этого можете проигнорить броню. Это, ну, вылится вам огромным уроном. Скажем так, Деву я тоже иногда встречаю на Некроманте. Она, так как светлый персонаж против Некроманта, вы ей собираете 85 шансов крита, она 100% будет критовать, так как свет тьма, ну, вы поняли. И на Некроманте она может неплохо зайти. Где-то в ПОП ее использовать. Ну, не знаю, если примените ее, почему бы и нет. Может пробьет сквозь броню, убьет какую-то там панду ветра очень быстро. И тех персонажей, у которых огромное количество брони. Всяких архангелов и прочую вот эту дичь, которую нелегко убить обычной физ-дамагой без всякого пробития сквозь броню типа Люшена, этой Девы и прочее. Но, опять же, вы же понимаете, это рандом. Рандом, так еще и обездвиженный враг. Так что, честно, но, если она вам выпала, я бы, наверное, ее вот в учет не брал, как ни крути все-таки Шайна по сравнению с ней. А вы не будете их качать по 15 штук, правильно, разных. Если выбирать между Девы и Шайной, конечно, Шайну лучше раскачать. Деву киньте на склад. Не надо ее скормить, это понятное дело. Ну, а так Виолент, понятно. Вот. И точности под 40 для ее дебафов. Это для ПВЕ. Бэлита. Вот насчет Бэлиты. Не помню, что она делает. По-моему, она ворует бафы. Дважды атакует врага, замедляя все его бафы продолжительным уроном. Заменяя, блин, неправильно прочитал, простите. Продолжительным уроном дополнительно уменьшает здоровье врага на 5% в зависимости от количества продолжительного урона на нем. Ну, и в один бумеранг, понятно, тоже закинет там доты. Вы заменяете бафы на доты на один ход. И при этом, к примеру, если вы сняли бафы и закинули 2 дота, ну, вы сняли, допустим, бафы от Вусы, к примеру, или сняли иммунитет от 10-го дракона, от башни, которая накидывает на 10-ом драконе, вы закинете и дот, и еще дополнительно 5% снимете хп, за счет того, что вы обменяли. И, следовательно, у вас выйдет 5% плюс 5 уже 10. Ну, согласитесь, эти 10% на самом деле, наверное, не особо огромный урон для 10-го дракона. На некроманте снимать ничего, на купол не снимет, который защищает некроманта, поэтому на некроманте белита просто бесполезна. На 10-ом драконе, может быть, закатит, а вот некромант, наверное, нет. Больше, наверное, для пвп персонажей, возможно, на 10-го дракона. Там уже думайте сами, может, вы ее где-то примените, оставьте в комментариях ваше мнение, собственно, уже думайте сами. Так что все семейство, в большей ситуации, одевается в Виолент, либо какой-то Свифт, если вы им придумаете. Самая активная по изабельности, это, конечно же, Шайна. Но Талия тоже далеко ей не уступает, они все-таки разные, но я их использую сейчас вместе. У меня комбинация идет через Шайну, Талию и светлую вот эту вот Бейли. Да, она мне выпала со свитков. Сказать, что она какая-то имбалансная, нет. Но о них мы поговорим завтра, либо послезавтра, когда будет следующий гайд. Я либо его сниму отдельно вот так после стрима, либо со стрима сделаем вырезку. И один заходик с ними сделаем, так чтобы вы видели приблизительно, хоть как эти три подруги работают на 10-ом драконе. Драконе с ними хожу по приколу, знаете, с ними дольше, конечно, чем с моей обычной пачкой. Моей обычной пачкой поставлен рекорд 41 секунда, в среднем она проходит за 50. 45-55, такое до минуты, максимум минута. И она фейлится, раз там и 100, меня это вполне устраивает, даже больше, чем раз и 100. Ну, раз в пару дней она может зафейлиться. Эта пачка не зафейлилась пока ни разу. Может, прям на видео будет первый раз, но это вряд ли. Не знаю, что нужно, как нужно тут зафейлить и где, чтобы эта пачка зафейлилась. Опять же, эта пачка не проточена по скиллам. Единственное, у моей водяной вот этой вот шакрамки, у нее первый скилл проточен один раз, и второй скилл проточен. Со второго скилла она баф кидает на себя, баф на атаку, и снимает все дебафы. Я, по-моему, этого не оговорил в гайде, так что вот добавлю. Так что она еще и баф себе накидывает, это неплохо. Вот такую пачку я построил. Сюда можно взять тарка, банально для дамаги, так как здесь раскол от пирата особо и не нужен. И как видите, он, как обычно, тупит. Да, у кого тупит пират, ставьте лайки. Это просто стандарт какой-то, блин, тупорылый, тупорылый пират. Вот, просто раздражает. Ну, видите, даже сейчас накинулся иммун, но зачастую иммунка не навешивается. Иммунка сейчас навесилась, потому что пират аж с третьего или какого хода дал всего лишь вот раскол и дал баф. Так что вот так вот пачка проходит. Сейчас будет время где-то минута 15, минута 20. Это среднее. Вот видите, минута 14. Это долговатое время, конечно, по сравнению с рекордом. Но если ты хочешь стабильности, такую пачку себе взял, раскачал подобную пачку. Но опять же, если вы не новичок там какой-то, но подобной пачкой есть место быть, потому что она крайне редко фейлит. В идеале мы поговорим о ней, когда там через 3 дня. Спойлер. Это вот получается вердыхайль, одна вот эта водяная и 3 банана воды. Это лучшая пачка на 10 драконе на данный момент. Этой пачкой можно сделать 30 секунд время. И она не будет фейлить. Это просто имбалансная пачка. Можете посмотреть, эта пачка есть у Бариона, если не верите тому, что я говорю. На этом будем заканчивать. Огромнейшее спасибо тем, кто смотрит видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте своим друзьям, приглашайте их на стримы, задавайте вопросы какие-то, внятные, дам ответ. Если я комментарии читаю пару раз в день, так что на нормальные вопросы я всегда отвечу. Или просто приходите на стримы, на стриме чатик всегда открытый, можете задать вопросы. Стримим в эту субботу, считай целый день. 12-часовой марафон, приходите на Twitch, на YouTube, если есть какие-то вопросы по делу, консультация, квест, либо вам нужен доступ к альбому, в котором есть все одетые мои персонажи, полностью скриншоты, рун, каждая отдельная руна там есть. Так что если вам нужен доступ к альбому, вы можете его получить абсолютно бесплатно. Просто напишите мне вконтакте. Ссылки есть на мой ВК, в описании добавляю абсолютно всем. Всем добротного дропа, первачей вам побольше, и до встречи онлайн на стримах. Пока-пока.